Праздник всех влюбленных отмечают сегодня миллионы пар по всему миру. Валентина в день задает настроение и на весь приближающийся уикенд. Куда сходить со своей второй половинкой, друзьями, семьей или одному? Определиться поможет наша постоянная рубрика «Афиша». 30-летие со дня вывода советских войск из Афганистана отмечается в этом году. В память о воинах, интернационалистах и их подвиге в историко-крывеческом музее открылась выставка «Живая память». Экспозицию, собранную в том числе ветеранами боевых действий, составляют обмундирование советских солдат, афганская земля, душманская пуля и другие предметы, хранящие память об Афгане. Железные люди встают на лыжи. В воскресенье в Прибрежном состоится ежегодный лыжный марафон «Тамерман». Для взрослых спортсменов подготовлены дистанции в 50, 30, 15, 5 и 2 километра. Для детей – 300 метров. Другие ежегодные зимние соревнования пройдут в этот же день на ипподроме. Любители автоспорта в 23-й раз сразятся за Кубок Салавата. Кроме того, в рамках соревнований будут определены лучшие гонщики Кубка России в классе «Национальный» и чемпионат России в классе «Н-1600». По традиции, весь призовой фонд спортсмены передают в Челнинский дом ребенка. Ралли и дети – вещи совместимые. Особенно, если это семейные гонки на радиоуправляемых машинках. Веселые соревнования пройдут в субботу в центре Кызылтау на Элеваторной горе. Команда должна состоять из одного взрослого и одного ребенка. В понедельник, 18 февраля, в Набережных Челнах с юбилейной программой выступит Альберто Садулин. Заслуженный артист РСФСР вместе со зрителями отметит свое 70-летие, а также 45-летие творческой деятельности. Вместе с Альбертом Асадулиным на сцену выйдут Челнинский театр танца «Булгары» и джаз-бенд Олега Кувайцева из Санкт-Петербурга. Зрителей ждет симбиоз национальной музыки, классики, эстрады, рока и джаза.